Пожалуйста. Регионы управления Следственного комитета, с учетом того, что при Николае Никитине управление считалось одним из передовых. Связано ли это с текучкой кадров как руководящего состава в аппарате управления, так и в руководстве следственных отделов в районах? По нашим данным, за непомные два года ушло не менее 13 руководителей из 26. В чем причина такой массовых увольнений, такой сильной текучки и какие пути выхода видятся в связи с этим? По поводу того места, которое наше управление занимает в рейтинге следственных управлений, как я сказал в своем докладе, это наши предварительные итоги работы. Сейчас у нас период составления отчетов, срок их составления ориентировочно 15 июля. После составления отчетов, когда мы уже получим окончательные цифры результатов нашей работы, мы проведем анализ и, как я сказал в конце своего выступления, итоги работы за первое полугодие подведем на заседании коллегии. По итогам заседания коллегии будут выявлены причины того положения дел, которые существуют в нашем управлении, те проблемы, которые существуют и будут, выработаны меры по устранению этих нарушений, и чтобы наше управление более достойно выглядело в рейтинге следственных управлений Российской Федерации. Ряд проблем я также озвучил в своем вступительном слове. Весь проблемой я привел конкретные цифры, связанные с качеством расследования уголовных дел и их оперативностью. В плане кадровой политики этот процесс, процесс ротации, процесс замены руководителей, сотрудников территориальных следственных отделов и аппарата управления, он носит плановый характер. Какого-либо всплеска текучести кадров в нашем управлении в настоящее время не наблюдается. Показатель текучести кадров не превышает показателей 2020-2021 годов. В последние годы Саратовская область получает многобиллиардные средства на реализацию национальных проектов. Федеральные политики и СМИ часто сообщают о том, что подрядчики срывают сроки, в качестве выполняют работы, иногда говорится о возможных течениях денежных средств. Где-то год-два назад следственное управление сообщало о возбуждении уголовных дел, по этим фактам, в том числе фактам, которые связаны со строительством детских садов и школ. Сейчас такие сообщения прекратились, а результаты расследования прошлого дела общественности не информируют. Вот дошли ли эти дела до суда, вы выделены ли новые, какие факты, что фигуранты и каковы суммы ущерб? Спасибо за вопрос. Я вкратце приведу цифры из прошлого и за этот год. В прошлом году нами было возбуждено 10 уголовных дел. О преступлениях, связанных с неправомерным расходованием бюджетных средств в рамках реализации таких национальных проектов, как гемография, жилье и городская среда, экология и культура. Для судебного рассмотрения в прошлом году мы направили 3 уголовных дела данной категории. Это жилье и городская среда, безопасность, качественные дороги и в сфере культуры. В частности, было привлечено должностное лицо подразделения администрации муниципального образования города Саратов, в котором предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Также к уголовной ответственности был привлечен и направлен в суд для рассмотрения в отношении представителя подрядной организации за попытку подкупа должностного лица при исполнении контрактных обязательств. И также в прошлом году в суд направлено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения Краснокутского муниципального района по факту должностного подлога. В текущем году нами возбуждено 9 уголовных дел в сфере национальных проектов. Это демография, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги. Уголовные дела в настоящее время находятся в производстве, окончательное решение по ним не принято. В Саратове более двух лет расследуется уголовное дело о кладбище чиновности городской администрации, которое касается нападений бродячих собак на жителей. Какие есть комбишки в этом деле, может быть, есть подкриваемые, обвиняемые? Действительно, с прошлого года мы расследуем это уголовное дело. По поводу проруциальный статус в настоящее время никому не придан. По уголовному делу в настоящее время назначена ревизия для проверки промерности расходования бюджетных средств, выделенных на отлов бродячих собак, соответственно, с 2001 года по 2022 год. Могу вам привести определенные статус данных по этому году. О количестве нападений собак в этом году было зарегистрировано официально, я имею в виду, по нашим сведениям в рамках уголовного дела, 34 таких нападений. Из них 21 нападение было совершено на детей. Сразу забегу вперед, никто у нас не умер, тяжкое здоровье никому не причинен, летального схода не наступило. В целом отмечается, что за первое полугодие было отловлено 1024 собаки. Всего по нашим данным и по данным управления ветеринарии области, в настоящее время в городе находится около 6 тысяч собак. Работа в этом направлении продолжается. Каждый факт нападения собак на наших граждан мы отслеживаем, в том числе и благодаря публикации на средствах массовой информации. Каждому этому факту мы даем оценку в рамках нашего уголовного дела. Определённую работу мы проводим и с органами исполнительной власти, в частности с администрацией города Терратова, куда регулярно о всех фактах нападения безназорных животных отправляются информационные письма, принимаются меры определённого на реагирование, в том числе увеличен бюджет в этом году на отлов животных, составляет нам 15 миллионов рублей. Значит, ещё раз повторюсь, публициальный статус по этому делу никому не придан, ждём результатов экспертиз, проводим следственные действия. Можно дополнительный вопрос как раз по собакам? Ситуация такая с собаками достаточно острая, где-то последние года 2-3, но как бы никто по уголовной ответственности не привлечён. С чем это связано? Какая-то вот сложность вот этих вот каких-то экспертизов, таких мероприятий? Если понимаете, сама вся проблематика, она существует, она возникла не вчера и не сегодня, она существует уже на протяжении, наверное, последних 4-5 лет. И чтобы, соответственно, привлечь кого-либо к ответственности, установленный закон, нужно провести кропотливую, творческую работу следователя. Соответственно, мы взяли огромное количество документаций, мы исследовали все приюты, которые находятся в городе, чтобы вы знали, их три приюта, где содержатся эти бездомные животные. В том числе, озабочились про проблематика от лова животных, их содержание и так далее. Я ещё раз повторюсь, расследование продолжается, мы дадим оценку всем должностным лицам, по учителям соответствующих экспертиз и расследованиям. Я дополню по этому вопросу, действительно, можно с вами согласиться, что, наверное, расследование начнет уже долго это дело расследовать. Проблема в том, что пока на данный момент в законодательстве нет того алгоритма, соблюдение которого привело бы к полному исключению фактов нападения бездомных животных на жителей города Саратов. Можно я ещё добавлю, чтобы вы понимали, собаки содержатся 16 дней в приюте, после этого они стерилизуются и возвращаются в естественную среду. Так вот, я могу сказать так, что те собаки, которые были стерилизованы, у нас зафиксировано только повторных нападений. В том году одно нападение было в этом году. То есть, другие из другой статистики нет. То есть, те собаки, которые прошли приют, они практически на граждан не нападают. Могу так сказать. У нас есть такая организация, типа ресурс, она пыталась взыскать 20 миллионов из бюджетных лесов района за якобы ремонт котельной в летном городке. Арбитражный суд установил, что цена произведённых работ завышена на 11,3 миллиона рублей. Теория проверки постоянно передаются из МВД, по следственным комитетам, что уже длительное время ведёт к волоките при проверке данного вопроса. Учитывая, что в настоящее время управление расследует большое количество материалов, посредственных МВД, а в данном случае речь идёт о бюджете. Считаете ли вы, что именно управление должно провести проверку по данному вопросу? Я могу сказать следующее. Не управление, не следственное подразделение нашего в Энгельске официальный проект по данному факту не проводило. Занимался это межмуниципальным управлением внутренних дел Энгельска. И по моей информации, 27 мая с текущего года они приняли решение о подказе в облуждение уголовного дела. Поэтому прокомментировать ситуацию я не могу, поскольку это не наш материал проект. Саратовская область занимает одно из лидирующих мест в России подавление на бизнес. Однако зачастую бизнесмену вынуждены обращаться к руководству Генпрокуратуры, чтобы добиться возбуждения дел, а воспрепятствовать непринимательской деятельности. Но эти дела так и не доходят. Суда разваливаются на стадии следствия. Сколько дел по 169 статье в этом году было возбуждено и сколько обвинительных приговоров принесли? В этом году нашим управлением возбуждено два уголовных дела по данному составу преступления. Первое уголовное дело это в отношении должностного лица администрации Петровского муниципального района. Дело мы возбудили это в апреле. Находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел. В рамках уголовного дела установлено, что должностное лицо незаконно принимало решение о несоответствии заявок на участие в аукционных требованиях, установленных документаций об аукционах в отношении пяти коммерческих организаций. В результате таких решений победу одерживали конкретные юридические лица, в частности два юридических лица, были признаны победителями аукциона. Следствие по этому делу продолжается. У должностного лица статус подозреваемого. Его действия привели к причинению ущерба тем организациям, которые не были допущены к участию в аукционе. По нашему мнению, данное уголовное дело имеет судебную перспективу. Мы настроены закончить это дело направлением в суд. Еще одно дело мы возбудили в марте этого года, также по части 1 ст. 169 Уголовного кодекса в отношении должностных лиц Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Действия должностных лиц Россельхознадзора привели к приостановлению деятельности коммерческого предприятия. Также мы в рамках этого дела разбираемся в законности действий должностных лиц. По результатам расследования дадим юридическую оценку. Из тех вопросов, которые нам отчитатели поступили, может быть, сотрудники управления написали, поделились информацией о том, что в управлении имеется практика добровольных пожертвований офицерского состава управления, а именно перечисление средств под предлогом сбора на хозяйственные нужды. Соответствует ли действительности эта информация, если да, проводятся ли какие-то там проверочные мероприятия, то есть есть ли такие вот... Для хозяйственных нужд у нас предусмотрено бюджетное финансирование. Обеспечение деятельности следственного управления осуществляется за счет тех средств, которые нам выделяются из бюджета Российской Федерации и Следственным комитетом. То есть сборов никаких нет, да? Еще раз говорю, хозяйственные нужды у нас финансируются из бюджета Российской Федерации. Ну, имейте в виду дополнительные. Необходимости в этом нет. Еще вопрос. Большой общественный резонанс имела история вокруг оправдания жителя Балакова Николая Сысуева, который обвинялся в сексуальном насилии над трехлетней девочкой. В своем обращении к Александру Бастрыкину он указал, что руководство следственного отделка Балакова вымогало у него денежные средства в размере трех миллионов рублей за закрытие дела. Он был на приеме у руководителя управления, им было написано заявление. Хотели спросить, какие мероприятия проводятся по данному заявлению, принято ли процессуальное решение и вообще проводится ли по данному факту в принципе служебная проверка на предмет вообще как бы проведение качества следствия по данному делу? Вы знаете, я хочу отметить с вашей стороны, что пока точка в этом деле стоит в тюра. Если вам неизвестно, я хочу поделиться информацией, что прокуратура Саратовской области на апелляционное решение Саратовского областного суда, которому Сысуеву было право, внесено в конституционное представление. Первый конституционный суд общей юридикции. Решение апелляции обжаловано в высшестоящей демной дистанции. То есть правильно я понимаю, что какие-то мероприятия не проводятся? Процессуальная проверка по заявлению Сысуева о вымогательстве у него денежных средств проводится отделом проследования особо важных дел. До настоящего времени процессуальное решение пока не принято. Такая проверка проводится. Можно поинтересоваться тогда? То есть, например, он там указывал на Романа Георгийца. Например, оброшен ли Роман Георгийца по данному факту? Это само собой разумеющиеся факты. Если человек указывает на противоправные действия должностного лица, естественно, это должностное лицо опрашивается и необходимый комплекс проверочных мероприятий проводится. Ваш коллега сказал, что намекнул, что давайте дождемся окончательного решения. Понимаете, это две разных ветки. Одна ветка – это одно направление, это уголовное дело. Иван Александрович сказал об этом уголовном деле. А другое – это заявление о совершении противоправных действий, пусть даже бывшим, но нашим сотрудникам следственного управления. Иван Александрович, руководитель Георгийца по делу бывшего сотрудника прокуратуры Владислава Иванцова, который сейчас рассматривается в суде. Вы знаете, складывается впечатление о том, что предквалификация его уголовного дела, а там покушение на мошенничество, используя служебное положение на мошенничество с причинением значительного ущерба, проведена намеренно в ущерб реальной фабуле преступления. Там просто квалификация замысла преступления, она по временным параметрам была немножко сдвинута на на тот момент, когда он якобы уже не являлся сотрудником прокуратуры. Насколько действительно переквалификация была обоснована? Проверялось ли отделом процессуального контроля правильность принятого решения, например? Почему? Я отвечу на этот вопрос. Дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел. Действительно, действия Иванцова были квалифицированы в конечном итоге по покушению на мошенничество части 2 статьи 159. Это решение проверялось в порядке процессуального контроля. Уголовное дело направлено в суд. Давайте дождемся решения суда. У суда есть полномочия о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование, если суд посчитает, что мы намеренно, как вы говорите, занизили квалификацию. Вы знаете, просто с учетом предложения, давайте дождемся решения суда. Как уже было сегодня озвучено, управление стали достаточно часто возвращать уголовные дела. Мы свою позицию выразили в направлении этого уголовного дела по 159 части 2, покушении на 159 части 2. Это позиция управления. Прокуратура с нашей позиции согласилась надзирающий орган. Точку ставит в каждом уголовном деле, которое направляется в суд, судебные органы. Посмотрим, какое решение будет принято. Еще вопрос. На какой стадии находится расследование уголовных дел об избиении сотрудниками полиции виражного на проспекте столовой пункта? О двух факторах, по крайней мере, стало известно. И проверялась ли версия о возможном сговоре сотрудников фунтовского следственного отдела и сотрудников патрульников столовой службы, например, того, чтобы искусственно повысить статистику раскрываемости дела по 318-319 статьях о оскорблении и применении насилия представителями власти. Потому что сами потерпевшие говорят о том, что такие случаи не единичные. Может быть, речь действительно может идти о провокации преступлений, но с учетом того, что статистические показатели в работе правоохранительных органов все-таки никто не отменял. Я с конца начну по поводу провокации и так далее. Любой фактор менее насилия и оскорбления сотрудника полиции, в том числе и что случилось на проспекте Ситиру, он тщательно исследуется. И только по исследованию всех обстоятельств, соответственно, дается юридическая оценка. Я бы не стал говорить про провокации, нет. Я считаю, что, на мой взгляд, все было проведено в рамках закона. Что касательно существа событий. По первому случаю, про который вы говорили, возбуждено на Фрунинском следственном отделе уголовное дело по 286-е превышение полномочий в отношении двух сотрудников полиции, которые настоящие находятся в производстве и расследуются. По второму факту, который случился, проводится пароциальная проверка, в ходе которой получаем объяснение от очевидцев, занимающихся заинтересованных лиц, назначен соответствующий экспертиз. Срок проверки не истек, окончательное пароциальное решение по данному факту не принято. Со своей стороны, хочу заметить, что решение будет принято только после кропотливого, тщательного анализа тех материалов, которые мы соберем в рамках пароциальной проверки. И будет дана соответствующая пароциальная оценка действиям должностных лиц органов внутри дела. И еще тогда дополнительный вопрос по этому же моменту. Сотрудникам полиции было достаточно, ну с учетом преступления, какого характера, достаточно мягкая мера пресечения, по-моему, подписка, да? Да, избранная мера пресечения, которую вы назвали. Но опять же, не просто она так избрана, есть определенные условия, что в случае ее нарушения она может быть заменена на более строгую меру пресечения. В настоящее время ситуация складывается так, как она складывается. Но если будет достаточно оснований и наличия, соответственно, будет рассмотрен вопрос о применении более строгой меры пресечения.